Библейский портал экзегет.ру представляет 17 глава книги пророка Исаии. Я читаю для библейского портала экзегет свой собственный перевод. Ну вот здесь приговоры странам, приговоры, то есть некие грозные обличения и пророчества о том, что они будут разрушены, разорены, а также объяснение почему и зачем. Мы теперь переходим к Сирии. После Муава, что было в 16 главе, Сирия, северный сосед, как правило, недружелюбный. Если Муав вызывает у Исаия горячее сочувствие, то про Сирию этого никак не скажешь. Возвещено о Дамаске. Дамаск – древнейший город и был столицей Сирии уже тогда. Дамаску городом не быть, а быть ему грудой развален. Ну, кстати, в отличие от Вавилона, Дамаск, мы знаем, прекрасно существует до сих пор. Города Аруэра будут заброшены, или его города навсегда будут заброшены. Аруэр – одно из географических названий в Сирии. Лишь стадам там будет привольно отдыхать, никто их не потревожит. А вообще-то Сирия, она постоянно союзничает, или спорит, или ругается, или воюет, но чаще союзничает с северным, с израильским царством, которое как раз под ударами о Сирии трещит. Мы не знаем точно, какая датировка этого пророчества. Либо оно, вот, царство уже рухнуло, захваченное Сирией, либо вот-вот будет. Но, похоже, что пока еще не рухнуло. Не станет укреплением Ефрема. Это как раз северное царство Ефрема с главных племен, которые там были. И царство не станет в Дамаске. И остальную Сирию ждет то же, что и слава сынов Израиля, пророчество Господа воинств. Что же ждет слава сынов Израиля? Вообще-то, ну, всем грозит какое-то опустошение и разорение, значит, и Сирии тоже. Интересно, что она как бы после сынов Израиля идет. Причем сына Израиля здесь скорее северное царство, чем южное. Настанет тот день, когда слава Иакова умолится. Иаков – это другое название Израиля, и первое имя человека, который стал предком израильского народа. Дородность его истощится. То есть, ну, вся его тучность, богатство исчезнет. Это будет как во время жатвы, когда жнец срезает колосья, и за ним снапы собирают в долине Рифаимов. Рифаимы – это такие легендарные древние люди, могучие богатыри. Вот он срезает, срезает, и за ними собирают. Рифаимы, возможно, это нечто, связанное с миром мертвых. То есть, проходит жнец, срезал колосья, и колосья Рифаимы унесли. То есть, образно говоря, это смерть, смерть причем насильственная. Мало что останется после жатвы, как при сборе оливок остаются 2-3 ягоды на верхушке, 4-5 на плодородной ветве. То есть, вот почти все оберут, отрисут эти жестокие завоеватели. Ну, исторически это ассирийцы, но здесь такой общий образ нападения народа, который исполняет волю Божью относительно этих самых стран. Пророчество Господа, Бога Израиля. В тот день взглянет человек на своего Создателя. На святого Бога Израиля будут смотреть его глаза. Не станет глядеть на алтари, на собственное свое произведение, изготовленное его руками, то есть языческие алтари. На столбы Астарты, одной из богинь, на курильницы он даже не взглянет. Эх, иного способа отвратить от язычества нет, надо все разорить. Вот тогда человек посмотрит не на свои изобретения, не обязательно это языческие алтари, это могут быть искусство, наука, культура, вооруженные силы, государственное строительство, то, что сделано людьми. И вот люди этим любуются, говорят, какие мы молодцы. А вот когда все это рухнет, тогда человек смотрит на Бога и прибегает к нему. Было бы здорово, если бы он это делал не только в минуты, когда все рухнуло. Но если не получается, значит все рухнет однажды. В тот день укрепленные города заброшенные зарастут густым лесом. Бросили их ради сынов Израиля, там запустение. А может быть здесь не очень точно, потому что греческий перевод более осмыслен. Бросили их Хевеи и Амореи перед садами Израиля. Это народы, которые жили в Ханаане до израильтян. Соответственно, они оставили свои города, израильтяне их потом заселили. Но израильтяне тоже будут из них изгнаны или выбиты. Там запустение. Почему? А вот сейчас объясним. Да, ты забыла Бога, Спасителя своего. И твердыни, прибежище твоим, не вспомнила. Потому и разбила сады наслаждений. Насадила чужие лозы. Сады наслаждений, конечно, такое красивое. Слово, но речь идет, безусловно, о языческих культах, которые могут включать в себя всякие сексуальные оргии. И в садах самое место им предаваться. Разбила сады наслаждений. Насадила чужие лозы. Ну, конечно, это образ чужих культов языческих. Ты сажала, чтобы выросла она в тот же день. Сеяла, чтобы зацвело в то же утро. Но не дождаться тебе урожая в день страданий более безутешный. Что значит сажала, чтобы выросла. Обычное зерно ты сажаешь, потом ждешь несколько месяцев. А виноградные лозы вообще годами растут, прежде чем начинают приносить хорошие плоды. То есть, посадить виноградник, это значит своих детей обеспечить виноградом, а не себя. А хочется быстренько. Вот с Богом это как с виноградом. Вот надо вкладываться годами. А хочется вот как конфетку развернул и съел сразу. Чего-то такого быстрого. А не дождешься. Не дождаться тебе урожая в день страданий более безутешный. Вот это весь этот фастфуд дешевый, он не кормит. Увы, бушует множество народов, будто моря разбушевались. Бурлит множество племен, будто бурлят великие воды. Бурлят племена, как бурлят великие воды. Даже повторяется этот образ, да, ну вот такая буря. Но он погрозит, и они побегут далеко, гонимые, как солома под горным ветром, как облако пыли в бурю. Вот это буря, да, потоп, нахлынули воды. Там же море рядом, они довольно хорошо представляют себе бурю. Но Господь может это все прогнать. Вечером наводит он ужас, а к утру его уже нет. Таков удел тех, кто нас грабит, жребий тех, кто нас собирает. Да, нас ограбят, да, нас оберут. Ну и сами исчезнут. А главное, что это для того, чтобы мы поглядели на Бога, перестав смотреть на вот такие скороспелые культы идольские, которые обещают немедленного успеха. Всегда популярно, да, вот, чтобы поутру уже собрать урожай, там, как чему-нибудь научиться за один урок, как там стать богатым, успешным и прекрасным, всякие курсы, сегодня это называется так. Тогда это были скорее языческие культы. А вот он говорит, а вот как урожай, как виноград годами, так и с Богом. Но зато это уже прочно, это остается. Ну а что же у нас об одной такой стране, которая рядом и которая могучая, сильная, древняя, славная? О Египте. 18 глава. Продолжение следует.